Тьфу, блин. Как дубль два, делаем серьезные лекции. Да, да, да. Ну что там? А что, может ты представишь хоть раз в жизни? Да, да. Будь мужчиной, короче. Ну как? Где я, где я. Вообще у нас, если что, тема наболевшего, да, называется «Есть ли жизнь после третьего ребенка?» После секса? Нет, после третьего ребенка. После секса она, конечно, возможна. Ну что, Михалыч, давай все официальные эти штуки уберем. Я понял, а ты их включил? Какую, да, да, да. Я был единственный ребенок, да, в семье. До семи лет жил спокойно, не нервничая в любви и ласке. Потом появился второй. То есть с первым я гладила постельное белье полностью. Со вторым я уже гладила частично. Когда появился третий, начал есть с кошачьей миски. Я поняла, что все хорошо. Я думал, что первый начал гладить, а третий. Кстати, сейчас старшему уже на следующий год он будет получать паспорт, ему 14 лет. Младшему пятый год, среднему седьмой год. И могу сказать, что самое главное с тремя детьми вырасти первого ребенка. Правильно его воспитать. Так как все остальные берут пример не со родителей, а со старших братьев. Можно сказать вектор. Да, направление. Векторы задать и все будет четко. Вот это, наверное, основное, что вложить по максимуму детей. Все равно они лучше не станут. Потому что мы основной критерий на тот, который они равняются. Отношения мужчин и женщин в семьях, особенно там, где дети есть. Я не призываю у матерей бежать сейчас заниматься с собой и бросать своих детей на производ судьбы. Пока младшему не исполнилось за два с половиной года, грубо говоря, я была связана по рукам и ногам. Это основное то, что я могу сказать. После этого момента, когда уже он пошел в ясли, младший ребенок, то есть это, считайте, уже 11 лет прошло из моей жизни мимо меня. В пеленках, распашенках, обсуждения этих кормов. Сейчас, конечно, для меня это дико, так как за четвертым я не собираюсь. Ни в ближайшем будущем, ни вообще. Это чтобы знали мои девочки, которые все меня пытаются сподвигнуть на этот чудо-шаг. И основной момент еще такой, конечно, наши мужчины, наши мужья. Дай бог здоровья. Да, вот дай бог здоровья, на самом деле. И терпение, так как гормоны фигачат, больше и дальше некуда. И могу сказать, что, наверное, большая поддержка, когда тебе в ночи предлагают сменить тебя около колыбели, потому что уже сил твоих нет. Ну вот 11 лет без сна практически. А когда все уже закончилось... Это не тот залог красоты женской, вот как надо. Нет, не так надо. Это в любом случае будет с каждым ребенком. Я понимаю матерей, у которых один ребенок. Так как у меня был вот период до 7 лет старшего, да, он был один. Я его возила везде. То есть все выставки, все Эрмитажи, я не знаю, там все театры, театры кукольные и еще прочее. То есть мы одухотворялись, мы вникали в культуру и прочее, прочее. Со средним было все проще, да, уже проще. Так ты понимаешь, что в принципе они со школы сходят и на экскурсию сходят. И да, и они за 4 года они освоили Эрмитаж в полном объеме практически. И сходят, да, в турпоходы. И дистализировать ребенка не стоит. Не стоит абсолютно. В угол, в красный угол его ставить я тоже считаю, что нет. У нас есть культ детей, да, все лучшее детям, как у нас, да, в стране. Но могу сказать так, что на себя и на свою личную жизнь тоже забивать не стоит. Ну вот смотри, взять мамашек, да, вот посмотри. У них же это вот целая культура сейчас в инстаграм. Да. Да. Меня от них лично тошнит, честно говоря. Вот они когда забывают, что они женщина, да, и превращаются в маму, да, это, мне кажется, самый большой кипец. Вот я везде в своих тренингах, везде говорю, девочки, вы не мать, вы не жена, вы не кто-то там, не рабыня, не тра-та-та, да, вы женщина. И вот когда женщина себя считает женщиной, да, делают женские практики. Да, да, да. Именно женские практики, да, которые, вот они отключают все вот эти программы, и из нее начинают сочиться вот эти женские флюиды настоящие. Все правильно, да. Вот, пока она мать, пока она и встречает, да, то же самое. Самое трудное после декрета, скажем так, когда вот младший, опять же повторюсь, да, до двух с половиной лет это вот, я говорю, можно даже вот смело лежать на диване там, да, как говорится, заниматься с детьми вот этот фитнес. Сейчас очень развиваются, берете ребенка, идете в фитнес. На самом деле, у меня есть наглядный пример, я занимаюсь вот уже второй год, получается, в фитнес-центре. У нас приходит мама с ребенком, да, и вот ребенок там год-два, он только пошел. Это в первую очередь безопасность. То есть меня не умиляет вот этот вот топающий ребенок по залу, да, когда на него там падает сверху какая-нибудь ерунда, это уже травматично на самом деле. Да, мама хочет выглядеть классно, здорово, я все ее прекрасно понимаю. Но тогда в этом случае надо посещать места, где ребенку будет безопасно. А мама хочет, конечно, себя показать, что вот я молодец, с ребенком могу это сделать. Вопрос можно? Просто так хорошо говорят, даже слово не дают ставить, бывает и такое. Бородача из бородача ты вытеснили. Да, да, турнули просто этим словом. Слушай, я хотел спросить, ты сейчас вот говоришь по поводу, ну вот, поход в фитнес, да, и с ребенком. Там какой-то отдельный, как сказать, загончик для детей? Вот я могу сказать, что очень много практикующих мам, которые занимаются именно фитнесом, да, практикуют, то есть набирают группы мамочек в декрете с маленькими лялями, да, то есть, ну, которые там, и у них ляли как тренажер, элементарно, то есть подкачать бицепсы, подкачать попу, мама приседает не с гантелькой, а мама приседает с ребенком. Ну, есть такая тема, да? Есть такая тема, на самом деле, есть, и очень много. Катя есть как раз у вас знакомая. Ну, могу сказать, что, наверное, все-таки, когда мама приходит в зал заниматься собой, да, а не ребенка лишний раз, это умиляет по первой, потом ты просто устаешь. Это, может быть, просто надо делать отдельные группы? Ну, там и делают отдельные группы, да. Нужно делать так, чтобы мамы, перед тем, как забеременеть, они были немножечко самодостаточны, в плане того, чтобы у них были деньги, там, взять няню нанять или еще что-нибудь, да? Да. А когда женщина пытается найти себе мужчину, чтобы заткнуть себе финансовые и остальные дырки, да? Это тоже, да. И она абсолютно не думает о том, что, если мужчина куда-то денется в определенной, при политической, да, при политической ситуации, что будет дальше? То есть, вот… Что будет дальше? Вот. Это самое главное. Потому что у нас девчонки рожают… Убедомно. Бездомно, да. Бездомно, да. Мало того, что не о тех, но… Кто, кто б сомневался. По поводу того, что… Совершенно верно. Я могу сказать, что огромное подспорье играет именно финансовая поддержка со стороны, то есть, допустим, в вашем случае, да, вы сказали мужчины. Я не работаю. Мне супруг дает возможность не работать. То есть, ни я не хочу не работать, да? Я могла. Я занимаюсь там фотографией для себя, фотографирую сама, фотографируюсь. Плюс еще вот пошла на фитнес заниматься, то есть, для себя. И когда я первый раз после декрета записалась на курсы фотографии, для того, чтобы пойти просто, скажем так, себя хоть как-то вытащить из этой дыры, потому что никто, кроме тебя самой, не вытащит и не придет со стороны ни дяди, ни тети, ни чужой человек, даже муж тебе не скажет. Иди-ка, милая, куда-нибудь сходи. Это все воспринимается в штыки. Вот. И когда я первый раз пошла, самая ленивая была оторвать попу от дивана, пойти записаться. Я записалась на курсы. Одни курсы, вторые. То есть, за полгода я освоила большую программу. Дальше у нас, соответственно, еще дополнительный фитнес. В том году я закончила курсы ландшафтного дизайна для того, чтобы узнать, что делать на своей даче. У вас дача есть? Да. То есть, мы приобрели дачу с тремя детьми, это нереально... Квартиры и трех детей мало, надо еще дачу. Я могу сказать, что да. На самом деле, они, ну вот вы, когда с семьей выезжаете за город, элементарно, это смена обстановки, это для них приключения, а для тебя это отдых. Проблема-то сейчас еще заключается в семье. То, что в лечении мужчины пропадает, если женщина не имеет свои копеечки. То есть, обязательно. Да. Хотя бы рубль, она должна немножко сама... Она должна всегда быть в развитии. По крайней мере, на нее должен быть всегда спрос, потому что, если спроса нет, если она до глубины мама, до глубины жена, мужчина начинает... Во-первых, да, я могу сказать, что на самом деле, мужчины, ну как и женщины, в принципе, да, имеют свойство терять друг друга, даже не интерес, да, какие-то, знаете, более ровные отношения. И почему говорят, что, например, мужчина там уходит из семьи, заводит любовницу, жена идет из семьи, да, заводит любовника. По одной простой причине, потому что... Ну или любовницу, да? Ну или любовницу. Время-то меняется, да. Время-то меняется, на самом деле. Здесь уже немножко другая тема, потому что, действительно, женщины, они с рождением детей думают, ну куда он денется, или куда она денется. Как это... Было бы желание. Забитого-то, да, это Роза и говорила, что, говорит, рожайте от... Ну, с тремя детьми, типа, не особенно бросают, бросают. Бросают. И с пятью детьми, я могу сказать, что у меня есть пример. Женщина живет в Риге, от нее муж ушел, у нее семь детей. Причем от этого же мужчины. Не, знаете что, я вот честно говорю, я вот всем девчонкам планеты заявляю, девочки, не пытайтесь сделать, сделать демографический взрыв. Вам этого не надо. Вам этого не надо. Понимаете, не превращайте свою жизнь в ад. Да. И могу сказать, что наши дети, вот, да, государство, там, взрастит, вскормит. Вот я как многодетная мама, у меня пособие на одного ребенка семьсот рублей в городе Санкт-Петербург. Семьсот рублей. Целых. То есть это на троих у меня две тысячи сто в месяц. Песня. Песня. Песня стимулирует. Так что бесплатных кружков у нас очень мало. Могу сказать, что они есть, но их очень мало. И прочего, то что вот для... Кружков квадратиков. Да, кружков квадратиков. А то, что касается женщины, женщина должна выглядеть, как женщина. По крайней мере, если она куда-то выходит. То есть она не должна выглядеть вот с такими огромными синяками под глазами. Понимаете, у нее глаза. Такое ощущение, что она с другой планеты упала. Просто вот она идет с этой коляской. Она говорит, ни бабушек, ни дедушек нет. Муж там где-то ходит. На работе или на работе. Она идет бедная. Ее штормит уже. Понимаете, у нее цвет такой... Еленое лице. Она катит эту коляску. А рядом с ней, вот у нас наглядно, например, во дворе, рядом с ней идет еще мальчик семи лет. А рядом еще идет там девочка трех лет. И вот она мама. Ой, сегодня мы заезжали в Икею. И тут поехали с Михалычем прокатиться между делом. Я смотрю там, я в телегу тащу. Просто там ничего практически нету. Я уже замучился ходить. А она там с тремя детьми еще что-то тащит себе в дом. Ну вот это катер. Это катер, да. И вот по поводу няни, кстати. У меня есть возможность. Супруг мне позволяет иметь няню по одной простой причине. Потому что мне физически даже в двух местах одновременно оказаться нельзя. И невозможно это сделать. У нас первая няня появилась, когда я забеременела третьим. У нас нет бабушек, нет дедушек, нет тетушек, дядюшек, подружек, которые придут и посидят с моими, с нашими детьми. У нас этого нет. Но есть возможность пригласить человека извне, который, скажем, за определенную сумму сделает необходимые функции, выполнит ряд задач и облегчит тем самым мое существование. Я не пойти. Кому? Мне вообще. Бабиситтер. Я готов облегчить. Дмитрий, я думаю, что вас, няня, супруг вас выгонит из дома на первом неделе. У меня нет супруга, если что. Ну нет. Что-то сморозил, в принципе. Первая неделя, мне кажется. Я пишу стихи, да. Я рисую, я пишу стихи, я фотографирую. Вообще человек творческий. Стихи где печатали? У нас, да, я публиковала, скажем так, сейчас я этим не занимаюсь, они у меня в тетрадках лежат, да, это и последний. И вот часто в своих постах, то есть бывает такое, что накатит, и ты пишешь себе там, что ты хочешь. Могу сказать, что, когда я учила в школе, в основном, была такая ситуация, что мне пришлось с 13 лет зарабатывать самостоятельно деньги. Я работала и уборщицей, я работала и в газете как раз редактором, писала стихи и за копеечку, грубо говоря, их печатали. По тем деньгам, я не знаю, 12 рублей, это сейчас, конечно, дико, но тогда и 450 рублей. Это в месяц получалась такая средняя зарплата по деревне, где я выросла. И могу сказать, что, да, у нас есть сборник на родине, где я родилась, Шанталинский район, там есть сборник «Молодые таланты Шанталинского района». И мои стихи, помню. Шанталинский район, что это? Это Самарская область. А, Самарская область. Я думаю, что... Не бывает. Не бывали. Слушай, а вашему ребенку сколько, пять лет? Ему сейчас полных четыре с половиной. В марте будет пять. Ну, он же скоро пойдет в школу. Какие следующие? Младший, надеюсь, в этом году еще не собирается. У меня на следующий год вообще, честно, нет желания бросать спорт, потому что я еще не достигла той цели, которая есть. Опять же, да, первые классы самые трудные. Этот год у меня еще лайтовый, потому что на следующий год у меня средний идет в первый класс. Соответственно, привязка будет к маме. Опять же, эти уроки, начальная школа – это тяжело, сложно. Пока каких-то планов таких грандиозных я не строю. У меня есть планы на ближайшее будущее. Себя реализовать, опять же, в спорте, так как у меня есть цель определенная. И сейчас я ее добиваюсь, и результаты, в принципе, дает о себе знать. Плюс ко всему, я не собираюсь бросать фотографии. Бывают такие периоды, когда хочется тишины и покоя, но, опять же, какие-то мастер-классы никто не отменял. Элементарно, можно там за копеечку какую-то найти, посетить самой, просветиться, пообщаться с людьми. Наверное, вот как-то так, нет таких прям грандиозных планов. А своего проекта нет желания сделать что-то, чтобы поделиться с людьми? Есть. Есть. Были мысли, на самом деле. Опять же, у нас сейчас сеть массовой информации. Как говорится, безумно развит интернет. Блогерство никто не отменял. На самом деле, очень много женщин, с кем вот и пишут, и в директ, и в личку. Они говорят, может быть, пора организовывать свой канал, как бы, хотя бы на практике. Потому что теория теории. На практике организовывают то, что женщинам надо, им очень тяжело самостоятельно справиться. Тем более, знаете, вот этот муж пьет, пьет, гуляет, еще что-то. А у меня... Абсолютно нет, это ваша позиция. Я считаю, что нет, категорически против избиения, да, и категорически против вот этого самопожертвования, когда женщина кричит, что я всю жизнь на вас положила, а вы собаки такие страшные, меня не любите, не жалеете, на старости лет стакан воды никто не подаст, а еще муж козел, он ушел, уже сбросил меня с детьми, да, вот ваш папа такой. То есть здесь, конечно, это роль жертвы, да, и я считаю, что самопожертвования вот здесь абсолютно никому не надо. А его нигде никому не надо. А многие считают, что надо. Многим женщинам хорошо в том, что она является жертвой. Вот она должна там мужу, она должна детям, маме, брату, свату, то есть она всем должна. А потом в конце... Самопожертвование, это знаете, какое еще, такая вторичная выгода. Это я не буду развиваться, я не буду сама зарабатывать, у меня не будет больше денег. Да, если мне будет больше денег, муж мне перестанет давать там или там еще что-то. Ну, перестанет. Ну, перестанет, на самом деле, это вот вам вот окажется. Ну, просто даже когда у тебя появляется... Женщина развивается, мужчине гораздо приятнее, ряд, когда с ним самодостаточная и женщина... То есть, ночевая с лоб самодостаточная. То есть, женщина, когда она начинает жить какой-то самодо... Своей жизнью. Она должна понимать, что она даже без мужчины может детей нормально поднять. У нас сейчас, вот смотрите, мужчина самая нестабильная существенная половина такая, которая может... Ужасно. Мы все время на разрыв аорта идем, да? То есть, мало того, что нас может... Мы можем, да, знаете, весь такой вот... Четвертый мужчина в 40 лет меняет женщину. Она помоложе на 10 лет бывает такие, да? Вот эти вещи. Плюс, вот, мы постоянно надо быстро ездить на машине, там, смертность... Мы что-то пускаем, да? Вот. Вот. И... Вот. Как сделать так, чтобы твой мужчина не пропал за годами? Ну, вот. Он с годами пропадает или он сразу пропадает, как только она влюбилась? Вообще. Вы здесь конкретизируете. Ну, вот когда влюбилась, да, да. Вот как вот не терять любимых людей? Как не терять любимых людей? Да. Ну, наверное, что-то людям отдавать в первую очередь, да? Да. Делать условия, опять же, чтобы и ты получал удовольствие от этого человека, и чтобы человеку было комфортно с тобой, чтобы он не приходил домой, не занимался тем мозгоклюйством, да? Ты его там встречал с порога. Мудрая женщина. Потому что, ну, поэтому мужчина рядом, да? Ну же, как, почему у нас получается так, что, да, с любовницей мужчине комфортнее, да, чем женой? А потому что с ней можно сделать все, что нельзя сделать с женой. Это другая… Это мы уже глубоко копнули все, что нельзя сделать с женой. Сюда, да, и… Это уже начинается, Дмитрий, да? Да. Женщина. Не, ну просто ну вот что, если мы… Прямо действие, порядок действий, смотрите, схема прям такая. Что надо сделать, чтобы вас мужчина не выросли с тремя детьми? Все. Вот я… Вот я… Девочки, а чего я делаю? Да все делаю не так. Вот делай все, что ты делаешь. Наоборот, путь тебе… Будет все хорошо. Ну, скорее всего, подытожим, что… Потому что человек так говоришь, девочка должна быть не просто потребителем, а отношений там… Взаимное уважение. Или ресурсов мужчины там, да, то есть, а вот именно что еще… Чтобы что-то взять, нужно сначала отдать. Что-то отдавать. А что ты можешь отдать? Кроме красоты и молодости, да? Здесь могу сказать по себе на самом деле, просто, когда ты начинаешь заниматься своим саморазвитием, да, ты как-то проще относишься к тому, что он пошел посидеть с друзьями. То есть, сказать, что вот он, допустим, мне звонит там, говорит, что можно ли? То есть, нет такого. Я сегодня не приду домой. Сидит ты там, милая, с тремя детьми. Можно ли? Когда мне куда-то надо. То есть, он относится это с пониманием. И я понимаю, что он устает на работе. Ему нужно время и от нас отдохнуть, и от меня отдохнуть. Понимаете, вот это постоянно, потому что бытовух она съедает на самом деле. Какие-то совместные выходы обязательно. Хотя бы раз в месяц взять привычку там… На концерт сходите элементарно, поужинать в ресторане. Никто же не отменял. Посидят там ваши кольца. Не с кем оставить. Наймите часовую няню. Оплатите ей там 400 рублей за 2-3 часа. Не знаю. Договоритесь с кем-то. С соседкой бабушкой она придет посмотреть. Я готов посидеть с вашими детьми. Через 350 рублей. Ходите. Извините меня. Когда мы последний раз выходили с мужем, он мне сказал, что ты знаешь, по сравнению с тобой я выгляжу бомжу. Почему? Потому что, понимаете, когда я собираюсь выходить в свет, скажем так, я привожу себя в порядок так, как мне нравится в зеркале. Вот если мне нравилось, как я выгляжу в зеркале, все, можно идти. Здесь, опять же, психология женщины. Все зависит от мозга. Не от тела даже, а от мозга. Когда мы начинаем воспринимать свои изменения. Это очень тяжелый процесс. Начать любить себя. Тратить на себя деньги. Купить трусы элементарные не за 300 рублей, а за 1300. У тебя будет 2-3 пары красивого белья, но они будут хорошего, качественного. Это красный диплом. Его не видно, но самооценку повышает. Полюбить себя элементарно. Просто полюбить себя. Потом уже мужа, детей там. Золотые слова. На тренинги вести. Правильно говоришь. Нужно любить себя, а от избытка уже всех остальных. А у нас получается, что мы свою любовь депонируем. Кому-то, кто-то ушел и вместе с ними счастье ушло. У человека счастье должно быть. Меня бросили. Меня бросили. А счастье должно быть изнутри. Знаете, как? Помнишь, мне мужичок наш, с которым бегаем, говорит, человек течет изнутри. Не наоборот. Не то, что там… Позитив. Дайте мне любовь, дайте мне счастье. Счастье должно быть. Возьмите. У меня есть много счастья. Ну, тоже надо. Понимать, кому разговаривать. Цель такая? А у меня есть фигура своей мечты, которую я хочу видеть в зеркале. И, в принципе, процесс идет успешно. Ну, ты со спортивной сейчас так, что недавно говорила, да? То есть, что за спортивная установка? То есть, это выступать на каких-то… Возможно. Опять же, возможно, да. Разговор шел по поводу того, что возможно… Во-первых, категория, да. Фитнес-бикини, потому что бодибилдинг мне еще есть и есть, да, бодибилдинг. Качаться и качаться. Фитнес-бикини, честно говоря, мне не очень нравится. У меня девочки… Сушка же считается. Девочки с нуля начинали, да? Фитнес-бикини, ну я их реально теряю. Вот просто… Вот была девочка, да? Блаженственная. А нет, и нет девочки. И нет девочки. Вот я вижу… Вот поэтому… Только вот из этих фитнес-бикини яйца не торчат. Вот честно. Вот поэтому я еще пока думаю. Если есть возможность, одумайся. Одумайся. Не одумайся, да. Вернись в лоанной семье. Потому что физкультура лечит, спортка лечит, да? Ну, опять же, да, без фанатизма. То есть у меня не стоят вот прям жесткие критерии, как вот там, прям вот на сушке, чтобы каждые мышцы, каждый там, я не знаю, сантиметр, каждый волокон просто вот прям просвечивал. Нет, ухоженное тело. Моя задача ухоженное дело, чтобы я разделась на пляж, и мне было комфортно, мне было хорошо, и моему мужчине было приятно. Девочки, пожалуйста, вот если у вас будет такая же прошивка, так, Елена? Я думаю, что, просто почему я сейчас говорю недавно, мы были на поляже Сочи с Михалычем. Но глаз не на кого положить. Глаз не на кого положить. Мне тоже не на кого было летом глаз положить. А я вообще никуда не смотрел, если что, чтобы зазвучить. Арина, всегда должно быть. Нет, на самом деле, очень обидно, да, вот мне, как женщине, когда ты смотришь и, допустим… Обидно ли? Наверное, кайфует. Да ладно, жрите вы булки. Жрите вы булки. Жрите свои булки. На самом деле, за год вот этих достижений, когда я раздеваюсь на пляже, последние, да, там… Можно сейчас на камеру? Погоди, мы сцены в иглу, да? Раздевайся. Вот там вот стой, там есть этот… Вы подойми меня снимите, я специально для вас встану в полный рост. А потанцую. Вот. И когда ты смотришь, у тебя в радиусе, там, 15 метров обзор, да, и более-менее спортивные мужчины, причем рядом с ними не старые женщины, да, не дряблые женщины именно в возрасте, а девушки от 20, наверное, может быть, 5-6 лет до, так вот, до 40. Молодые девушки. И ты смотришь, она сидит с вот этим стаканом пива, с этими креветками, с этими чипсами. То есть там… Вот, да, у нее там уже это… Да, пяточок растет. Может быть, я не знаю, что собрал. Вы знаете, на самом деле это очень повышает твою самооценку, и ты хочешь стараться еще лучше, чтобы на следующий год выглядеть еще круче, еще лучше. У нас же как, от наших мыслей, да, подсвечивается каждая наша клеточка, буквально, каждая наша мысль отражается в нашей клетке. Чудеско. Да, то есть если мы чувствуем себя кайфово, да, вот купили трусы новые, нарядные, сейчас надо меховые, надо покупать. Не надо. Теплые. Не надо. Так, вообще. Мы начинаем все светиться, потому что девчонки почему-то об этом как-то забывают. Они думают, что сейчас надо так обколоться чем-то еще. Вот мне тоже недавно смотрел про обколоться. Есть такая штука, да, вот девочки колются сюда, да, ботокс, и расслабляют вот эти мышцы, да. А у нас вот эти мышцы мимические, когда мы улыбаемся, они активизируют железы, которые вырабатывают, которые вырабатывают эти гормоны типа окситоцина, да, вот счастье. То есть мышцы расслаблены, заблокированы, железа не активизируются. Мало того, что вся мимика исчезла у женщины, плюс еще она несчастливая на гормональном фоне. Если она в мозгах несчастливая, она не будет на гормональном фоне несчастливой, понимаете, хоть с какой стороны, понимаете, это можно сослаться на широкую кость, на плохую генетику, на все что угодно. Придумайте отмазку, я не могу пойти, у меня ребенок, у меня муж не пускать. Вы поверьте, вот ни один мужчина не сказал своей женщине, не ходи ты в этот спортзал, там мужик тебя соседский уведет, ни один не сказал. То есть, по крайней мере, я могу сказать, что… Да. Вот сегодня мы с визажистом разговаривали, соответственно, при тем, как прийти сюда, я сделала профессиональную укладку и мейк, она говорит, ты знаешь, мой муж в ладоши хлопал, когда я по твоей рекомендации пошла в лад. И я уже там два месяца, и у меня такие уже результаты, и у меня уже там… На четвертый этаж поднимаюсь с пакетами. Можно и так сказать? Нет, да. А с фитнес-тренером, да? А еще ребенок сверху. И могу сказать, когда у меня, по моему примеру, вот уже три-четыре девочки, которые пошли в зал, действительно, они все мамы, у них у всех дети, по одному, по два. И все хотят выглядеть хорошо. Главное – это осознать вот здесь, что тебе это надо. А не говорить, что я… Ой, я такая бедная несчастная, я так не могу никуда сходить. Зал стоит на минуту полторы тысячи рублей в месяц. Бутылка вина стоит 300-350 рублей. Вот вы выпьете четыре бутылки вина в месяц, либо вы их не выпьете, и у вас будет сумма на спортзал. Вот. Сейчас же у нас как девочки, они все прекращены к вечернему бокальчику. Почему? Почему? Потому что… Типа расслабиться. Не расслабиться, потому что не хватает им эмоций. Мужчина их не хочет. Она себя не хочет. Как она будет себя… Мужчина ее хотите, если она себя сама в зеркале не хочет. Вот. Знаешь, у нас в мире через плохое приходит хорошее. Все сейчасшние святые и раньше были гитлерами, да, и гусыней. То есть вот даже из этого, да, из замокрышки можно сделать себя, если вкладывать и вот стремиться. Главное – вот этого увидеть, понимаешь? Генетика – это классно, вот, но… Генетика, когда у тебя хорошая генетика, тебя немножко расслабляется, согласитесь? Да, вот есть такое. Когда все хорошо, когда все легко получается, человек не так это все достигает, как вот если у него… Вы знаете, у человека должно быть желание. У меня огромное желание жить. Огромное просто, я даже не знаю, с чем это связано, просто жить, наслаждаться жизнью. Когда меня спрашивают, как дела, я говорю, жизнь – классная штука. Не потому что это слова, да, а потому что, действительно, я каждое утро понимаю, господи, спасибо, что у тебя крыша над головой есть, ты проснулся своими руками, со своими ногами, со своей головой, со своими детьми, со своей семьей. Сейчас ты вот сделаешь вот это, вот это, и твой день будет еще лучше. А не то, что… Просыпаться с предвкушением, да? Опять эти дети, ну как вы меня задолбали. Мои тоже, я от них тоже безумно устаю. Когда вот трое на тебя накидываются и делятся твоими эмоциями, впечатлениями, а тут еще муж с работы пришел. Это вообще, конечно, да. Но, когда у тебя есть, я говорю, в будни, я отдыхаю больше, чем в выходные. У тебя трое парней, да? У меня трое парней, с папой четверо. Животного нету, да? Кошка. Три рыбки. Сейчас в банках. Средний захотел животное. Старший у меня, во-первых, я стараюсь не наседать, да. То есть, вот мама, которая села и поехала, чтобы он на старости вспомнил, чтобы был нянькой и всем остальным братьям, я, конечно, не хочу. Но, тем не менее, у него есть обязанность содержать свое, кажется, рабочее место в порядке, да. То есть, он сам самостоятельно доходит до школы, доезжает там, с своими друзьями встречается. Плюс ко всему, если мне надо куда-то отлучиться, а не они в этот момент нет, он может посидеть там с младшим, со средним, он их может накормить, напоить, убрать за ними, последить, чтобы с ними там на протяжении четырех часов, допустим, ничего не случилось. Смотрите, четыре с трудами. Теперь? Ему достаточно того, что на карманные деньги, когда необходимо, ему выделяют все-таки средства куда-то. Да, куда-то. И плюс ко всему, конечно, там, за питомицей со своей кошкой убрать, обязательно накормить, то есть, мама завела. Сейчас, Михалыч, да, жена уехала отдыхать, он тоже за питомицей ухаживает. У нас все четко и спокойно, я не мешаю ей, она не мешает мне. Ну и кошка. Я вот тоже считаю, что, ну, по крайней мере для меня собаку, мама, мы безумно хотим собаку. Я как бы представила, что пятого ребенка в семье. О, бог ему. Потому что супруг это тоже ребенок, по сути, которого надо также обгладить, приготовить ему поесть, да, элементарно проводить на работу, чтобы чистые вещи проследить. И все элементарно процессы вот эти, конечно. У меня жена нормальная, не каждый видит, что жена заботится. Да, да, да. Обычно жену надо обгладить. Наоборот, я считаю, что, знаете, как бы… Надо наоборот докторить? Да. Но, тем не менее, женщина, я говорю, что она не вечная прачка, кухарка, посудомойка, когда вот… Я себя просто вспоминаю, действительно, были периоды истерик, жутких истерик. Я работала и психологом, то есть, чтобы вот на минуточку было известно, да. Я ходила к психологу этим летом, в начале июня. То есть, потому что мне действительно рвало крышу, я не знала, куда деться. Потому что периодически бывают такие моменты, когда ты заступоришься на чем-то, ты не можешь дальше ни сдвинуться, ни обратно отойти. То есть, ты хочешь взять какую-то новую высоту, но ты не понимаешь, как, допустим, это сделать. И элементарно, как раз представила вот поездка в отпуск, я сходила к психологу, пообщались там с внутренним ребенком, конечно, куда же без него. Пролечили, полюбили, отправили на море, я вернулась, вернулась в зал, но опять же, я вернулась с другим настроем, нежели год назад. То есть, позитив, опять же, позитив, солнце, море, дети, твои здоровые дети, это немаловажно. Рвет обычных людей из-за того, что энергия, которая дана им на организацию своей программы, дара свою, та жизнь, она заступается, занимается чем угодно, кроме того, что реализованного отца. И вот эта энергия начинает рвовать. И как человек может от этой энергии избавиться? Он либо притягивает идиота, придурка, который разрушает его, либо начинает сливать эту энергию через разрушение физики, через тела. Сигареты, алкоголь, наркотики и прочее. То есть, понимаешь, да? Девчонкам, вот чем важен этот эфир? Посмотри, девочки, на себя внимательно. Мы сейчас не пытаемся такого осудить. Вот если у вас вредные привычки, если вы постоянно придурка всяких притягиваете магнитик, где-то, значит, у вас затык по энергетике, вы просто тупо нереализованы. Сколько общений? Ты сейчас смотрю, стайки, да? Помнишь, Михалыч, мы сегодня шли? Девочки стоят. Вот в процентном соотношении. Три девочки стоят на улице, да? Нет, нет, четыре. Один мужчина. Мне сказал, с циститом и соплями, да? Ну, мы уже, наверное, да. Пока вышли. Они там курят. И один мужчина всего лишь. То есть, сейчас такое впечатление, что проблема у девчонок, вот эти вредные привычки вылезают так, что просто уже не говорить об этом невозможно. Ну, у нас, знаете, как говорится, вредная привычка. Ты курешь? Нет. Я с 2008 года не курю. Только гашиш. Только гашиш. И гашиш я тоже не курю. И уже, получается, второй месяц в октябре будет, как я вообще не употребляю алкоголь. Вот только человек пошел в развитие, желание пить алкоголь, ходить куда-нибудь, да? Вот. Оно пропадает сразу. Хотя в моем, ну, как бы, доступе всегда свободный алкоголь. Ну, сейчас камеру выключим и тяпнет, да? Нет. Сто грамм яички, я же говорю, не принесут. Если надо будет, принесут и сто грамм яички. Гуляй, да? А потом у нас майка Милуи по Петербургу. Ну, мы такие ребята. Ну, тем не менее, я говорю, что, опять же, да, ты общаешься с другими людьми. Вот твой круг общения, я говорю, вот, большинство, да, меняется с тем, что ты идешь. Например, да, почему курсы? Очень много курсов. Там любые курсы. Там вот сейчас вот очень много. Я женщина, я не знаю, занимайся саморазвитием, разбуди в себе женщину, полюби себя, там, я не знаю, простить обиды и прочее, прочее. Очень большой объем в интернете этой информации. Смотри, учись и делай эти практики. Месяц этой практики идет на пользу, на самом деле. Ну, тут очень, очень много в интернете, конечно, на… Ну, надо знать. …фигник, конечно, да, намешано. Метрифун. Да, да, да. Я согласна, да. Я смотрела много. Вот взять, если даже психологов, это же полный пипец. Они бесконечно ползают в детство, в прошлое. Они постоянно, знаете, вот… У меня девочка была, она написала мне, Дима, я, говорит, недавно осознала то, что меня изнасиловали. Ну, как бы, первая моя близость была насильственной. Я говорю, я сейчас пойду домой, это буду всю вечер реветь, выписывать, как мне Психова сказал, да. Я говорю, у тебя через неделю будет новый инсайт. Ты опять что-нибудь себе раскопаешь и будешь… Дальше сказать. Да, если бы, если взять вот энергетически, представьте, что вот у нас здесь физический план, а есть тонкий план. Да. И вот там есть, например, сущности, Бог, неважно пространство. И у нас люди выделяют два вида энергии – высокочастотную, это радость счастья, да, и низкочастотную. Такое впечатление, что вот эта армия психологов работает на то, чтобы люди, как генераторы, вырабатывали низкочастотную энергию. Постоянно ходили туда… В негатив. Да, в прошлое, ныли, стонали, и это никуда не… И всегда этой девочке будут подсовываться в ситуации, чтобы она что-то осознавала, ревела и… Да. И до бесконечности. Да, я здесь согласна. Если она не скажет когда-нибудь, ребята, все, стоп, я перестаю осуждать других людей, я перестаю слушать пустые разговоры, я перестаю то-то, 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 я иду в развитие. И точка. Да. И в сущности уже лишний раз не будет подлетать человеку, который не ведется на это. Положительные эмоции. Очень важны положительные эмоции. Вот мне тоже говорят… Мысли позитивные. Позитивные мысли абсолютно. Вот этого негатива в жизни хватает. И на дорогах хватает. Ну, я тоже бывает, матюкнусь там, как говорится, да, и… Да ну. Ну… Именно. Да, и я говорю, я не святая женщина абсолютно. И бывает, что и с детьми тоже, кажется, и подзатыльник никто не отменял, да, метод… Ну, это… Метод крутопиздим пряник. Вот. Это то же самое, но тем не менее. Здесь я могу сказать, что если в женщине есть чувство вот этого самодостаточности, хотя бы, ну, процентов на пятьдесят. Это все можно дальше развивать, было бы желание на самом деле. Очень силы. Знаешь, есть такая… Павел Раков, мой, искренне говоря, чего нелюбимый, с последних времен, да, вот у него хороший тренинг называется «Где взять силу для успеха?». Вот где силы женщине терпать, если она высосана, как лимон, а где взять вот это вот? На часть чего? Я поняла. Начать с чего, да? Опять же, это откуда-то с неба не свалится на тебя, что ты такая вот лежишь, такая вся разбитая, как корыто, и сверху на тебя там, говорит, мана небесная рухнула. Не возьмется это. Во-первых, надо начать выходить из дома. Хотя бы. Потому что многие как у нас выходят из дома, да, я нацепила на себя халат, штаны и трико, вышла из дома… В пятном от прошлогодних месяцев. Да, мне только… Ну, как-то так. Мне только в магазин сходить. Ну, что, я за хлебом схожу и домой вернусь, да. Мне спросили вот по поводу, да, где взять, почему, говорит, ты не ходишь в зал, который вот рядом с домом или там через улицу? Почему ты ездишь там, допустим, за 20 минут до зала? Я объясняю ситуацию. Понимаете, то, что в нашей пешеходной доступности нам оно не надо, я не буду туда ходить. Не потому что он плохой этот зал, а потому что мне будет неинтересно, мне будет… Ну, что я вот пришла, да, вот в этих трениках дома оделась, пришла в зале позанималась. Вот так же и схожу. Это же выход в люди. А это выход в люди. Вот, девочки, для того, чтобы выйти в люди, нужно как минимум нанести минимальную косметику, принять душ, намазаться кремом, сделать какую-то минимальную укладку, сложить это все в сумку, пойти на автобусную остановку, либо на личный транспорт у кого что есть, и потом уже ехать в зал. Я говорю, у меня назад дороги из зала нет, когда я разделась в раздевалке, переоделась, вот тогда назад дороги нет. У нас все разделась, у нас мысли путаются, у нас камера не снимает, понимаете? И для этого, хотя бы для того, чтобы что-то делать, брать энергию, нужно начать с себя маленькими шажками двигаться, а не просто вот лежать. Плюс самое главное, это нужно, что сделать? Вот я, чисто совет, да? Нужно всех удалить из жизни вампиров и всяких людей, которые ноют, жалуются, которые сосут, что-то от тебя требуют, куда вперед не двигаются. Да, вот это вот. Я говорю, что иногда вот так ты говоришь, что можно, ну, помнишь, ты сказал, да, до преклона сиди вдвоем, дожи и туда-сюда, но иногда получается так, что они подходили каждой ямкой друг другу 10 лет, 15 лет назад. Но сейчас один из них пошел в развитие, другой стоит и кто-то тащит, стаскивает свое плохое. Вот пример хороший, да, вот есть знакомый, незнакомый, у него, в общем, знакомый, да, олигарх, не олигарх, в Америке миллионер, да? Познакомился с девочкой из России, из Улюбинска, и пошли они как-то выбирать шарфик, а шарфик стоил 80 тысяч. Она говорит, не надо мне такой шарфик покупать, да? Подожди, да, у нее емкости не было на этот шарфик, да? Прошел год, она с этим миллионером живет, миллионеры стали проблемой по деньгам и прочее, то есть она стащила его с того педестала свое плохое, то есть если хочешь, ты олигарха, ты должна быть круче олигарха. Хотя бы ценить то, что ты есть, а не то, что он тебе может дать. Расширять емкость, вот этот зал подороже, зал подальше, это все говорит о том, что ты емкость расширяешь, на приятие в жизнь благ. Понимаешь, у некоторых, они что-то хотят в жизнь принять, да? Чтобы пришло любовь, счастье, благ. Я хочу мужчину. Вот, мужчину, да. Но у них емкости на это нет. У них емкости, вы представляете, внутри как бы, должно быть ангарное приятие, да? А емкости у нее на коробок, понимаешь, грубо говоря. А чтобы емкость расширить, нужно сидеть в другом ресторане, кушать, начинать покупать дорогие трусы, хотя бы на 100 рублей, хотя бы немножко дороже, чем ты можешь. Да, я не говорю, что это так, да? Другенько, классом летать, да? То есть вот расширять емкость и расширять приятие надо также. А приятие это что? Это когда человек перестает осуждать сначала себя, то есть начинает принимать себя на клеточном уровне, а потом принимать все, что вокруг здесь происходит. Потому что мы живем сейчас в дуальности, знаешь, что это в дуальности, да? Плохо – хорошо. Можешь сказать. Плохо – хорошо, да? Да. Вот. Мы постоянно, как между двумя наковальными, мы постоянно осуждаем – эти плохие тут не так стоит, не так свистит и еще что-то, да? Когда человек начинает хотя бы принимать себя и вот то, что вокруг, да, вот, чтобы одним было хорошо, другим должно быть плохо. Ну, так устроен мир пока. Ну, так и есть. Когда человек начинает принимать себя, у него сразу первым делом отключается внутренний диалог. Внутренний диалог, который нашу энергию сливает, да? Понимаешь? Конечно, понимаю. Вот. Даже расскажу попозже. Да. Потому что если у человека хотя бы вот этот несчастный внутренний диалог вот туда-сюда… У нас есть такая штука, чтобы мы не разрушали людей, да, других, у нас отключается внутренний диалог. Да. Вот он садит наши батарейки очень мощно. Вот эти люди, которые, да, пустые, с пустыми разговорами, внутренний диалог и вот такие прочие, да? Я могу сказать, что на самом деле, да, многие вот психологи, да, и сексологи тоже рекомендуют для того, чтобы женщина была наполненная и хотя бы элементарно могла сама себя ценить, начать. Нужно, нужно общаться, действительно, начать общаться хотя бы по шажкам, по маленьким шажкам, действительно приучать себя к лучшему. Потому что все женщины, независимо от их сословий, да, как это происхождение, место, где они выросли и родились. Я родилась, извините меня, за 1800 километров отсюда. Вообще, на самом деле, и с 17 лет я ушла из дома, по сути. Все это время шла в Петербург году. Ну, шла 17 лет, вот представляешь, как бы, да. Как ломоносов. Как ломоносов. И могу на самом деле сказать, что я безумно довольна своим результатом того, чего я достигну, даже мы с супругом на эту тему говорили. Я не говорю, что я, я говорю, что мы. Потому что вдвоем, во-первых, какие-то пережитые утраты, да. Мы начинали с нуля, со съемной квартиры, со сломанного дивана. То есть не было абсолютно ничего. Все сломали диван? Да. Какие-то кризисы в жизни. И ты понимаешь, что, действительно, тебе человек дорог, и ты готов, как бы, дальше с ним двигаться идти. Это, конечно, дорогого стоит. И могу сказать, что, вот благодарна, почему к мужчинам тоже обращаюсь. Мужчина, стимулируйте своих женщин в плане того, что, да, милая, если ты куда-то пойдешь, я тебя поддержу. Не надо бежать, там, действительно, к любовнице, к любовнику, там, за советом и за прочим. Не получит человек того, чего он ищет. Потому что пока женщина в семье, вот, да, высосанная как лимон, выжатая как лимон, не будет в семье ни гармонии, ни счастья. Будет вечно задерганная женщина, вечно задерганная мать, рычащая, кричащая, там, в грязном халате с ним этой головой, да, и, говорится, швыряющая посуду. Вот это, в принципе, исход того, чего никто не хочет. Очень редко встретишь женщину, которая понимает эти вещи. Вот еще по поводу энергетики хочу добавить. Девчонки, чтобы у вас все росло и строилось, да, все в нашей жизни строится на женской энергетике. Вот мы сейчас, да? Да. И мужского успеха и прочее, да, и вот себе благополучие, и здоровье детей, все, да. Но что такое женская энергетика, да? Вот у нас у женщины, они забывают, что женская энергетика, да, это же сексуальность, да. Это вот, ну, вот многие девчонки думают, что они вот просто сейчас вот пошли все сделали. Пусть девчонка добавит одну каплю сексуальной энергии, энергии. Хотя бы чуть-чуть. Да. Хотя бы начнет любить себя, прикасаться к себе, да, И это уже даст… Да. Потому что у нас, извините, да, за эфир, у нас женщины, да, получается, у нас, да, у вас. У женщины влагалищи, это банкомат энергии, да. То есть, если нет сексуальной, если нет любви, если нет, ну, вот этих вот эмоций, да, ничего, никакого развития не будет. Не будет. Вот. Девчонки живут, муж не любит, там, любовник не предвидится, еще что-нибудь, ну, то есть, и нет развития просто из-за того, что вот одной капли сексуальной энергии недоборот. Совет для девочек, знаете, кажется, мужчина мужчиной, да, действительно, да нет, на самом деле, надо вкладывать в себя. Лучшее вложение средств – это вы сами. Можно немножко пояснить вот именно, что ты подразумеваешь подложение в себя? Да, да, опять же, вот, саморазвитие никто не отменял. Какие-то записывайтесь на курсы. Нравится, там, флористика – идите, может быть, это ваше признание, призвание, да. Кто-то там работал бухгалтером, у меня есть наглядный пример, фотограф работал бухгалтером 15 лет. Потом она поняла, что, говорит, это вообще не мое. Сейчас довольно-таки знаменитый фотограф, печатается в ВОК и прочее, прочее. Взгляды на, скажем так, проблему мужчин и женщин… Я жил с северным рабочим. У нас просто населенный рабочий, мы просто из Северодвинска, у нас газета такая. Я могу сказать, что самое главное, да, не надо растворяться и погружаться в развитие своих детей, отдавать его там музыкальную школу, айкидо и прочее. Потому что вот это все, да, это наши нереализованные фантазии, это наши нереализованные мечты. Действительно, в детстве я хотела там, вот сегодня только с сестрой разговаривали, я хотела, говорю, на фортепиано играть. Слава Богу, что меня не взяли. Сказали, иди пой, но петь я уже не хотела. Ты по поводу растворения очень хорошую вещь сказал. У нас девочки не понимают, почему снижается интерес мужчины к ней. Она буквально к мужчине растворяется. А зачем? Как будто фантомчик с ней постоянно летает. А зачем? И мужчина перестает ее чувствовать. Ну вот представляете, да, ну конечно, вы ее перестанете чувствовать. Вот женщина, да. Она постоянно с ним. Ну это созависимые отношения, это уже другая немножко тема. Контрзависимые, созависимые отношения. Здесь уже другая песня, да. Человек, который хочет быть жертвой и хочет раствориться в другом человеке, да, говорит, приручи меня. Вот я тут, возьми меня, приручи, обучи. Фраза говорит, возьми меня, приручи меня. Это, 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 Дмитрий, не к вам, это к девочкам. Выкажи, знаешь? Наоборот, надо говорить, что я могу, я могу сделать вот это, вот это, вот это. И тогда в моей жизни появится вот это, вот это, вот это. Правильно говорить, что вот, да, многие говорят, вот нет нормальных мужчин. С теми мужчинами, с кем я общаюсь, говорят, вы знаете, нет нормальных женщин. Где они, где они перевелись? А на самом деле все есть. И нормальные мужчины, и нормальные женщины. Просто для того, чтобы найти нормальную женщину, да, или нормального мужчину, просто почесываю путь на диване, но никто никуда не придет. У меня по ушам режет, когда говорят, нормального мужчины нету, да? Каждый мужчина может быть нормальный, если его использовать по назначению. Правильно. Не надо пытаться принять на работу в качестве бухгалтера прекрасного слесаря. Конечно. Понимаешь? Ну, ты-то понимаешь. Михалыч понимает, да? Правильно? Потому что сейчас, например, скивая головой так. Вот каждый мужчина может быть нормальным. Каждый. Если научиться видеть в мужчине вот эту сверхценность. Бесполезно Михалыча хвалить за красивую рубашку. Вот женщина, которая разглядит в нем потенциал, вот в чем он действительно хороший, да, вот она и похвалит, да, например, она будет у него вот фавориткой, правильно? И мужчина будет для нее вот в этом, да, вот в контексте настоящий. Вот. Ну, могу сказать еще такой момент, да? Слышал? Да. Лучше, чем любая женщина, только что меня похвалил, отдался бы без боя. Знаете, комплементарное управление мужчиной. Тоже хорошо. Ну, я расскажу. Моя позиция. Давно работает. Да. Ему понравилось. Могу сказать такой момент, да, еще вот по поводу себя. Могу сказать, что мужчина должен быть либо с руками, либо с деньгами. Не бывает такого с руками мужчины, полностью зарабатывая все. Вот три партии России, но при этом деньги есть вместе. Да ладно. Да. И если, например, я не загружаю, стараюсь, по крайней мере, не загружать своего супруга вот такими руками, и руками тоже, да. И была основная задача – это обеспечить материальную базу. Да, это мужичек. На няне и напротив. А все остальные моменты, как бы… Все дилетаны. Да. Но тем не менее, если ты понимаешь, что твой мужчина работает там с 8 утра до 11 вечера, да, а у тебя потек унитаз, ты ему не звонишь, срочно беги домой, чинь этот унитаз. Ты пойдешь в магазин. Это фишка, да, вот девчонки. Звонишь мужчине, у меня потек унитаз. Я вся чешу. Ну и вся чешу. Это последняя тема нашего разговора, кстати, да, с супругом. Я потек унитаз. Ну вот, понимаете? Бесполезно. Возьми меня. Я потек унитаз. Так. Дмитрий, это тема следующего эфира, если пригласить. Да. Я думаю, что он пригласит. Я просто мне… Да. Есть что обсудить. Есть что обсудить, да. Элементарно. Можно взять какие-то моменты этого обеспечения на себя, да, не убудет, не убудет от того, что вы сходили в магазин, выбрали унитаз, заказали доставку, да, установку, оплатили все это деньгами вашему супругу, который он принес вам. Женщина управляет с помощью дома, да, с помощью келитной карточки. И этот вариант тоже. Вот это хороший вариант, да. Потому что… Извини меня, если я, как говорится, буду еще… Вот смотри, у меня трое детей. Мой рабочий день начинается в 6 утра. Так как мне еще предварительно, прежде чем отвезти детей полвосьмого в сад, мне надо хотя бы элементарно выпить кофе. А как вы поняли, по моему инстаграмму кофе я пью часто и каждый день. Ну тоже ненадолго. Просто все забывают, да, что в сутках хоть и 24 часа, да, но делится он, ну скажем так, время взрослого человека, время на работу, да, время на отдых, время на отдых, да, а еще есть время на обслуживание. Да, на обслуживание. И вот обслуживать себя тоже надо, как говорится, и в туалет, и… Женщина, как дорогая машина. Я вот недавно себя сравнила с ней, потому что мало того, что ты ее купишь, так в нее надо вкладывать для того, чтобы она выглядела, правильно? Если женщина не бизнес-умен, я имею в виду, она не работает бухгалтером за 20 тысяч, чтобы потом отключать себя в груди и кричать, вот я молодец, у меня есть 20 тысяч. 20 тысяч при нашем, я говорю, у нас, допустим, там на каждого ребенка, да, если мы берем детей, уходит определенная сумма. На содержание меня определенная сумма, на содержание там жилья и прочее, прочее. Но, если этого не будет делать супруг, соответственно, у меня встанет задача пойти зарабатывать деньги. То есть, опять же… Где-то будет хромать. Будет, где-то будет хромать. Прикольно было бы, чтобы, ну, не давать до этого, да? Я еще раз повторю, что девчонки, мужчины… Не стабильные. Не стабильные. И желательно, загодя… Подготовить хотя бы какую-то элементарную… Да, чтобы у тебя была своя копеечка. Да, чтобы ты мог ее заработать. Да. Хотя бы… Хотя бы уже… Имел навыки… Что необходимо для этого? Ну, я говорю, опять же, вот, да, меня спасли, скажем так, мне было интересно, потому что я человек творческий, я не могу там считать бухгалтерские вот эти вот учеты. Я люблю, во-первых, видеть быстрый результат. Фотография для меня вот она нашла отдушину, потому что хотя бы элементарно за полторы, за две тысячи я пойду сфотографирую, у меня будут эти деньги, да. Элементарно заправить машину – это при нужде той, что вот я смогу, то есть опыт ретуши на фотографиях. Обработка студийным светом. То есть это у меня все есть. У меня это база. Пишешь? Плюс пишу, как бы я могу зарабатывать в принципе, но то, что мне сейчас позволяет мне работать – это большой плюс моего мужчины, то есть не только мой. Я вам девчонкам рекомендую всегда, если вам Вселенная послала человека, который о вас заботится, всегда нужно это время использовать для того, чтобы… Искупо максимум. Да. Даже если вы там… Вот, знаешь, девчонки, вот мне надо, вот этот мужчина надоел, он уже меня не любит, я говорю, тебе счастье такое, вот он где дает возможность развиваться, правильно? Да. Вот чтобы перетечь плавно, не из минуса, когда бывает бизнес из минуса можно развивать, а можно с нуля. Вот ты, по крайней мере, даже если развалятся отношения, если ты в них развивалась, приобретала специальности, профессии, еще что-то, да? Да, согласна. А при этом забывая про себя, я говорю, очень большой, вот, ну, действительно, такой пробел в нашем воспитании, может быть, да, вот это вот мамочки наши, я должна, я должна, я вот этому должна, этому обеспечить на выходе квартиру, машину, должна, должна. А себе-то когда будешь должна? Ты, в первую очередь, должна себе, себя полюбить. Не соседу, Васю, извините меня, не своего ребенка… Соседу Васе тоже забываете? Все. Не супруга. Потому что, действительно, дети вырастут, супруг вместе с тобой состарится, у Вас уже будут, уже помимо детей, да, если Вы прожили там 20 лет жизни, у Вас будут параллельные какие-то, да, Вы встречаетесь там на даче, да, то у меня есть наглядный пример, она живет в городе, в четырехкомнатной квартире, он в загородном где-то, у них дети там в Москве где-то… Лося гоняют за город. Ну, может быть. Воследие. Я не знаю, кого они там гоняют, они встречаются по определенным дням, там, да, кофе попить, обсудить какие-то моменты, но при этом у каждого своя жизнь. И вот когда женщина эта, да, вот на минуточку ей 60 лет, она выглядит очень хорошо, как вот стареющая, европейская, красивая, ухоженная дама. То есть вот именно вот эта старость. То есть не надо гнаться, я не считаю, что количество вот этих вот ботоксов, да, сопоставлено девочке в 20 лет грудь идут делать. Вот я понимаю, что, да, момент, скажем так, становления груди опять же у девочек, это уже после того, как у тебя произошел период какой-то кормления, у тебя есть дети, у тебя проблемы действительно с грудью, да, ну, это вот на минуточку. Тогда да, но не в 20 лет для того, чтобы найти богатого мужа. Да ладно, подожди до фоток, еще мужа надо найти сначала, а ты фотки в инстаграме. Ну, конечно, фотки в инстаграме, как же мужа найдет-то. Проблема, наверное, у девчонок, потому что они пытаются сильно мужа искать, а не развиваться. Легче же так, да? Нашла в мужа, все хорошо. Все хорошо. Нет, не удалось. Потому что муж сегодня есть, а завтра его нет. Завтра два. А что у тебя остается? Трое детей? Ну, это, знаешь, девочки поступают, ну, это не только девочки, в принципе. И мальчики тоже. Мальчики сейчас тоже поступают по принципу того, что здесь и сейчас, да, то есть здесь я хочу тратить и сейчас хочу тратить, да, то есть забывая самое главное, что путь к успеху, да, он долг, вот, он носит больше эволюционный характер, чем революционный. Пошел тут же это, что-то там появилось. Погнер Дихайдж можно запишу? Давай, давай. Завтра будет пост, красавчик. Вот, поэтому семья, любое ваше дело, да, то есть оно все-таки поэтапно, да, то есть по процентку, процентику вы прибавляете на расчете свой уровень, да, то есть свои возможности. То есть если у вас что-то в самом начале не получается, да, то есть не надо ставить это, ну, скажем так, жирный крест на чем-то, на том, что вы хотели сделать, да, и думать о том, что, блин, вот я такой невезучий, у меня не получилось. Нет, на самом деле вам просто где-то не хватает каких-то ресурсов, да, для того, что что-то у вас получилось, вам нужны ресурсы. Ресурсы это могут быть знания, это могут быть деньги, да, то есть это может быть любовь, то есть это может быть эмоции. Знакомство опять же, да, никто этого не отменял. Да, о, знакомство это очень сильный, на самом деле, ресурс. Я всегда вот говорю, даже как-то спорил где-то, может быть, год назад с людьми, да, я сказал о том, что, знаете, для того, чтобы даже вот это здание, ну, представьте, вот это здание, чтобы оно появилось, нужны не деньги. Ну, не деньги. Нужен что? То есть интерес. Когда интерес возникает у одного или возникают у десятка человек, да, тогда находятся и силы, и деньги, и материалы, и все что угодно. Находится все. Находится все. Главное – саккумулировать этот интерес и направить эту энергию на единое, то есть на благо всех. А когда вы заинтересованы тут вот, скажем так, только для себя, да, то есть здесь очень трудно объединить людей, чтобы они в едином порыве достигли… Никому не интересно. Да, определенных задач и целей. И могу еще такой момент сказать, да, потому что все-таки многие не умеют просить прощения. Это очень хорошее ощущение. Да, женщины, да, то есть дети, опять же, я как мать троих детей. У меня вот сейчас, у старшего подросткового периода, безумно сложное для меня… Детей просишь, да? Прошу. Вчера только разговаривали, да, слез довели друг друга, но тем не менее, когда я пришла уже повторно к нему, он сказал, ты меня тоже прости. Вот это немаловажный момент, когда ты умеешь осознать, что ты тоже не прав, потому что ты старше, во-первых, своего ребенка, ты должна быть мудрее своего ребенка. Независимо от того, что, знаете, кажется, когда вот я действительно представляю, что то пройдет время, да, и что он вспомнит. Он вспомнит вечно кричащую недовольную мать. А я этого не хочу. Я хочу, чтобы мой ребенок приходил в мой дом с радостью, да, даже когда он вырастет. И это немаловажный момент, когда мы вкладываем в них душу, да, целуем в попку, это все понятно, это минута умиления до какого-то определенного периода. Дальше, если женщина не развивается сама и не умеет действительно найти консенсус с ребенком, с мужчиной-то понятно, это другая тема эфира, с ребенком. Получается что? Вот я хочу, чтобы мой ребенок там отучился там-то, там-то. Потом он будет приходить ко мне и играть там не на музыкальном инструменте, петь к ним песни и показывать все свои навыки. А на минуточку ему уже 30 лет, и у него жена, кажется, и своя семья, и жена скажет, ну что это за отношения у тебя с мамой? Я река вспоминаю, с Баян. Вот. Простите прощения обязательно у своих детей. Это как бы тема эфира для женщин, у кого есть дети. С первым понятно, у меня очень много наглядных примеров, когда действительно один ребенок, он является центром вселенной. Вселенной, потому что вот, ну как бы это один ребенок, ты можешь ему дать больше, да, ты можешь сделать его на насыщеннее, но не факт то, что он вырастет лучше и качественнее, чем дети, которые родились там в многодетных семьях, которые воспитались в детских домах. Разные абсолютно ситуации. Мы хотим как бы, да, благими намерениями вымощена дорога в ад, как говорят. Не надо их целовать в жопу, и когда есть самостоятельные моменты, дать это самостоятельно. У нас вот наглядный пример, тоже далеко ходить, там две-три недели назад старший сказал, что я не поеду с вами на дачу. Я останусь в городе, переночую один, и вы там приедете в воскресенье, там прочее, прочее, но я буду в городе один. Я понимаю, что ребенка в подростковый период. Я вспоминаю, что я оставался в семь лет одна дома, да, потому что родители работали, и в восемь лет. Ничего страшного не случилось. Вот, 34 года, там через два месяца будет 35 уже. Вот, и давать детям самостоятельность, больше им доверять. Не надо думать, что вот они упадут, ушибутся, там, не знаю, царапинку поставить. Это будет их царапинка. Они придут к вам за помощью, вы им окажете эту помощь. Но не надо раньше, вот, как говорится, предугадывать эти шаги, если их не случилось. В общем, нельзя лишать человека радости. Самостоятельности, да. Это радость, на самом деле, от познания урока. Когда мы пытаемся уроки отнять, когда человек ходит в школе с закрытыми коридорами. Не ходи. Не надо. Ты упадешь. Ты в любом случае, куда ты поперся, там, на ночь глядя с друзьями. Не надо этого делать. Отпускать идти. Сегодня как раз был яркий пример, да, то есть, я сказал про свою подругу, да, или знакомую, там, 15 лет она ходила на работу и была обычным бухгалтером, да. То есть, получается, что любому человеку нужно время для осознания того, что он что-то делает не так. Просто, смотрите, один человек, да, то есть, ну, ему для того, для принятия каких-то решений, ну, скажем так, знаете, как у двигателя, да, нужно два цилиндра, то есть, другому и восьми не хватает, чтобы вытянуть на этот уровень, да, понимаете. То есть, поэтому у каждого свое восприятие этого мира, поэтому нельзя лишать. Ну, вообще, самая лучшая помощь – это отсутствие помощи. Да. Да, ты записывай. Вот, а по поводу того, что вот ты сейчас говорила про ребенка, там, да, по поводу того, чтобы уметь просить прощения, да, то есть, прозвучали очень хорошие слова – это вклад. Вот прощение, просить прощения – да, это вклад в отношения. То есть, вы вкладываете, ну, вот вклад в отношения, да, то есть, ну, имеется в виду банк доверительный, только банк ваших отношений. То есть, вот, соответственно, ребенок это чувствует. Чувствует, что если мама не права, и она это понимает, да, то есть, я ей буду больше доверять, то есть, я буду больше открыт, потому что у меня мама – это не просто моя мама, да, то есть, это человек, который меня понимает прежде всего, да, то есть, как бы, и, естественно, мне с ним легко и комфортно. Соответственно, такие отношения, они могут очень, скажем, так хорошо развиваться, вот, и о том, что сейчас говоришь, да, что ребенок будет приходить к тебе именно проконсультироваться, посовещаться, да, как к самому лучшему другу. По крайней мере, да. Потому что мама – это заинтересованный человек в развитии своего ребенка, прежде всего. Конечно. Здесь тоже надо уметь правильно подбирать слова, да, дабы не оценивать ребенка, то есть, ну, мы в разговорах часто сравниваем, оцениваем. Это здесь уже от себя, да, нужно в первую очередь начинать с себя, а потом уже всех остальных, потому что пока мы не начнем с себя, у нас, соответственно, ничего не будет. Что скрепляет отношения, как вы считаете? Ну, во-первых, я могу сказать, что, да, вот какого-то времени у нас любовь, да, что такое любовь? Это, наверное, действительно желание делать для человека, то, что мы хотим делать, чтобы нам было приятно, да, нам, не просто человеку делать приятно, а нам. У нас на протяжении определенного периода уже, наверное, чувство уважения, чувство благодарности друг к другу, потому что разные периоды жизни, которые мы проживали, да, потеря близких, опять же, да, рождение детей, вот эта помощь неимоверная, когда вот у тебя ребенок там, там, задыхается, грубо говоря, надо носить его столбиком для того, чтобы просто сменить, извините меня, маму на папу. Не так, чтобы он вернулся к стенке, муж захрапел, да, это, конечно, огромный плюс моего мужа. То есть, вот, действительно, найти слова поддержки, то есть, погладить по голове, сказать, что он не эмоциональный человек, но по-своему вот эта забота друг о друге, да, давать отдыхать от семьи, от быта, отпускать там с друзьями элементарно на рыбалку, не дозваниваться вот это вот, ну, где ты уже там, я не знаю, домой ты придешь час ночи уже, где шарахаешься, не устраивать вот этого всего друг другу, потому что, действительно, жизнь такая непредсказуемая штука. И умейте просить прощения, даже если вы не виноваты. Просите прощения, прежде чем у вас, допустим, закроется за человеком дверь. Потому что, например, даже когда мы ссоримся, даже мы, бывает, ссоримся эсэмэсками, до бития посуда не доходило. Но я не могу, я не такой человек, я прошу прощения всегда, потому что жизнь может оборваться в любой момент, как ваша, так и ваших близких. Поэтому надо просить сейчас, чтобы вы могли с чистой совестью как-то пойти в следующий день. Ну, я вот хочу сказать, что отношения очень хорошо скрепляют традиции. Семейные традиции, которые вы сами соберете. Да. Я там кушаюсь, определенное время, куда-то ездить, так, вот так. У нас по воскресеньям блины. Да. Сейчас проблема у психологов, да, вот приходит девочка к психологу, да, и она говорит, вот я не знаю где ты, мне очень сложно расстаться. Психологи нормальные, да, они дают год, чтобы человек прожил каждый праздник без, потому что, представляешь, насколько, как можно встретить Новый Год, если ты привык встречать с семьей с одними и теми же людьми. Это очень сложно. Да. Когда мы теряем, когда мы лишаемся того, что у нас есть. Скрепов вот этих, да? Да. Элементарно, да, я стараюсь. Вот Новый Год, у нас это круг семьи, вот какие-то традиции элементарно, это круг семьи либо дома, либо без всяких друзей, без знакомых. То есть, у нас потом, у меня день рождения после этих праздников, прочее, прочее. Но, обязательно Новый Год, это вот, знаете, ожидание чуда для наших детей. Потому что, действительно, Дедушке Морозу пишутся письма, складываются в конвертик, там, я не знаю, заранее мама лазит в интернете. В холодильник. В холодильник. Обязательно, там, снежки, там, под окнами, все, что хотите, разноцветные лампочки. Это чудо. Действительно, есть моменты, которые вот, ну, они объединяют, они сплочают, знаете, ну, ты вспоминаешь себя вот этого маленького ребенка, она, конечно, да, детства. И хочется, чтобы у твоих детей какой-то период происходил в твоей семье. Чтобы они понимали, что есть мама, папа. И вот папа и мама, они создают вот эту защиту. Потому что, когда вот, я не понимаю, мужчины уходят из семьи. Ну, конечно, их можно, да, какие-то моменты. Женщины бросают своих детей. Все это можно понять, все это можно, ну, простить, как говорят, да. Но, тем не менее, для ребенка это безумная травма. Потому что, да, кольца определенного периода, это, конечно, необходимость. Потому что у нас папа для праздников, мама для суровых будней. Папа авторитет. Ну, с мамой можно так себе. Поэтому папина слово – закон. И у нас вот по отношению детей я могу сказать, что должно быть согласие. Мама запретила, значит, папа тоже запретил. Мама разрешил, значит, папа тоже разрешил. А не так, вот папа хороший, я у него спрошу, пусть он мне разрешит. А мама плохая, потому что она не разрешила мне PlayStation ночью поиграть. Я обычно так говорю, у меня все ребенок что-то спрашивают, я говорю, а что мама сказала? Что мама сказала? У нас то же самое. Что мама сказала? Если я говорю, мама если разрешит, то… Показания совпадают или нет? Да, показания. Сейчас я всегда подверяюсь. Так и есть, на самом деле. Что вы готовы сделать для себя? Завтра. Послезавтра. Ну, сегодня уже все, ванну принять. И у кого-то… У кого-то даже ванну принять. Ну, элементарно, два раза в день душ, утром и вечером смывать негатив – это, конечно… Ну, душ она тоже у меня принять. Ну, это тема другого эфира. Да, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы готовы сделать для себя. Сегодня, завтра… Ближайшие дни. В ближайшие дни, да. По поводу спасалона. Часто случайно получил для девочек, да? Шла в сентябре, где покупать там подарок, значит, тайский спасалон «Семь красок» – это не реклама. Это так. Я там уже была. Шла покупать. У них как раз при покупке абенемента какая-то акция в этот день. А я была после спортзала, мне реально ломило все тело. Я думала, что оно, ну, поломит. Но когда я легла на стол и вышла оттуда через час, я подумала, господи, как классно. Как классно, что я сейчас могла сюда зайти. Мне это сделали, и я вот выхожу отсюда в таком состоянии. Понимаете, мне даже не то, что кричать, мне мяуху сказать не хотелось. Мужчины, давайте девочкам деньги на спасалон. Девочки, пользуйтесь тем, что у вас есть. Учитесь жить сейчас, потом может быть поздно. На этой позитивной ноте мы, наверное, и закончим. Спасибо за эфир. Спасибо, Михаил Ильич. Спасибо за что пригласили. Да, безумно было приятно с вами познакомиться. Надеюсь, в следующий тему эфира будет более горячее. И меня тоже позовут. Дмитрий, конечно же, позови. Я желаю тебе, на самом деле, обвести как можно скорее своим проектом. Потому что то, что ты сейчас накопила, я думаю, что у тебя, судя даже по разговору, начинает немножко через края переливаться. Если ты будешь в себе это сдерживать, и будешь пытаться заниматься чем угодно, тем, 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 это не раздавать, как опыт, то может тебе эти знания начинать тоже разрывать изнутри. То есть в эту крайность тоже не уйди. Если есть возможность, да, сейчас есть… Сейчас очень много, как раз у меня эта тема сейчас, скажем так, среди списка вот этих дел. Изучение, продвижение своего личного Инстаграма, опять же блога какого-то, канала на YouTube. Что у нас, в принципе, сейчас основные массы? Сейчас есть возможность и деньги хорошо зарабатывать, и онлайн-школы сейчас есть и все, да? Есть возможность, по крайней мере, на своем опыте. Я через это прошла. Могут чем-то полезным поделиться. Потому что есть коммерческие люди, да, которые действительно хотят зарабатывать деньги. Там три штучки знают, да, по отношению. А есть человек, который все это на пузе прополз. Очень тяжело, на самом деле, выходить из вечного декрета, потому что мне говорят, какая тема эфира будет? Я говорю, сначала хотели одно, а потом, когда узнали, что у нас трое детей, у нас будет тема, я говорю, как вот выйти из декрета или есть жить после рождения третьего ребенка. На самом деле есть. И с детьми можно жить, и можно жить хорошо. Поэтому здесь есть, конечно, моменты, которые я бы хотела развивать, и я буду это сделать. Ты объяви нашим радиослушателям, да, твой инстаграм, как тебя найти еще раз в инстаграме. Да, если будет желание, если будут возможности, английскими буквами с маленькой буковки. Елена, Елена, 32. 32 – это возраст на тот момент, когда был заведен инстаграм. Елена, Елена, 32, да? Да, Елена, Елена, 32. Ну все, спасибо за эфир. Спасибо большое. Могу еще сказать, вот единственная буквально ноточка, да, нам место предоставил таверна на Карпинского. Это так. Очень круто, да, атмосферное место. Спасибо огромное, нам понравилось. Ребята, приходите, здесь будет круто. Спасибо большое.